О программе развития детского здравоохранения, которая утверждена в Край, и о профилактике заболеваний мы сегодня говорим с главным внештатным педиатром Министерства здравоохранения Краснодарского края Еленой Клещенко. Елена Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с программы. Озвучите, пожалуйста, общие цели и задачи этой программы. В рамках федерального проекта развития детского здравоохранения была разработана местная региональная программа Краснодарского края по развитию детского здравоохранения, и целями этой программы является развитие профилактической направленности в педиатрии, подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации, улучшение материально-технической базы амбулаторно-поликвилинического звена педиатрической службы, строительство нового хирургического корпуса детской краевой и клинической больницы и еще одно очень важное направление – это ранняя диагностика репродуктивных заболеваний детского населения. Вот эти все направления в этой программе отрабатываются, и в конце концов, в результате исполнения этой программы, мы должны достигнуть целевого показателя снижения младенческой смертности до 3,5 промилле, то есть 3,5 на тысячу родившихся живыми детьми. Это к 2024 году. Если говорить о заболеваниях, какая общая статистика сейчас заболеваний в крае, и какие заболевания характерны для возраста до 14 и для подростков? Если мы будем говорить о заболеваемости детского населения, то нужно сказать, что с 2014 года заболеваемость несколько снизилась. В группе детей до 14 лет на 6,7%, а в группе подростков около 7%. Если говорить о структуре заболеваемости, то в обеих группах лидирующей позиции занимает заболевание органов дыхания. Это где-то 50-60%. На втором месте стоят заболевания желудочно-кишечного тракта, травмы, отравления. Затем идут заболевания нервной системы, костно-мышечной, заболевания глаза и его придатков и другие заболевания. Вы говорите, заболевания органов дыхания с чем связаны? Если мы говорим об общей заболеваемости, то это пневмония, бронхиты, респираторные расстройства. Поэтому органы дыхания лидируют. Такой вопрос дети-инвалиды. Увеличивается их количество или наоборот уменьшается? Вы знаете, если говорить об инвалидности среди детского населения, то есть первичная инвалидность. Это когда мы в течение календарного года фиксируем выход ребенка на инвалидность. И есть общая инвалидность. Это все инвалиды по отношению к обществу. К сожалению, и первичная, и общая инвалидность в крае выросла. И за последние пять лет отмечается такая тенденция где-то на 15% в среднем. И общая, и первичная инвалидность. С чем связано? Ну, прежде всего, нужно сказать, что есть ряд заболеваний, которые растут в Краснодарском крае, число этих заболеваний. Допустим, сахарный диабет. Это неуклонный рост этого заболевания. Это тоже дети. Они пополнят группу детей-инвалидов. Это различные новообразования. Мы в год фиксируем первично заболевших примерно 200 детей. Но эти дети будут считаться инвалидами до тех пор, пока не выйдут в длительную ремиссию. И поэтому это число накапливается и отмечается вот за счет этого рост. То есть сахарный диабет у нас помолодел? Сахарный диабет помолодел, да. Очень помолодел. Это никто со счетов не списывал различные новообразования, болезни, крови. И это число, к сожалению, не уменьшается. Но так как дети должны хотя бы пять лет быть в ремиссии, то, естественно, эта группа накапливается. И поэтому у детей становится инвалидов больше. Профилактические осмотры детского населения проводятся как диспансеризация для взрослых? Это обязательное условие. В 2018 году, 1 января, вышел приказ Минздрава Российской Федерации о проведении профилактических осмотров у несовершеннолетних детей. В зависимости от возраста профилактические осмотры проводятся по-разному. Разное количество специалистов принимают участие, разные дополнительные методы исследования, лабораторные, какие-то функциональные. Если детей первого года мы осматриваем ежемесячно, детей второго года мы осматриваем профилактически в год и три месяца, и в год и шесть месяцев. А после двухлетнего возраста мы всех детей до 18 лет осматриваем один раз в год. В этом приказе обозначен список специалистов, которые принимают участие в профилактических осмотрах. Список очень большой. Начиная от врача-педиатра, заканчивая урологом-андрологом. Там есть и врачи-акушер-гинекологи детские, и врачи-психиатры, офтальмологи, лор-врачи. То есть список очень большой. И плюс еще различные обследования лабораторные и инструментальные. Это с применением УЗИ, с применением рентгенографии и так далее. Я так понимаю, с двух лет это уже детские сады школы, а до двух лет это ответственность родителей. Конечно, конечно. Пренебрегать этими вещами нельзя, потому что цель профилактических осмотров – это выявить факторы риска и предложить индивидуальную программу развития каждому ребенку. Или увидеть заболевание на ранних стадиях и помочь ребенку избавиться от перехода его в хронические формы. Насколько эффективна эта система? Какие дают результаты профилактические осмотры? Насколько активны родители сами? Вы знаете, надо сказать, что основная масса родителей, конечно, активны. Есть родители, которые не принимают на веру то, что говорит врач. Но, к счастью, эта группа не столь большая, поэтому профилактические осмотры выполняются у нас в большом проценте случаев. Пренебрегать этим нельзя, я уже сказала, потому что мы можем предвидеть многие состояния. Ведь легче предупредить, чем потом заниматься лечением хронических форм заболеваний. Продолжая тему, что касается доступности медицинских услуг, будут ли решаться вот эти вопросы в рамках программы? Имеется в виду качество обслуживания родителей маленьких пациентов, удобство записи к врачу, отсутствие очередей. Вот как с этим будет решаться вопрос? Если говорить о доступности, то мне кажется, что надо сказать, что все мероприятия, которые в Крае применяются, они улучшают доступность медицинской помощи детскому населению. Ну, возьмем хотя бы такой пример. В Крае работает в детской краевой больнице отделение экстренной, плановой консультативной помощи. Дети, которые в различных наших муниципалитетах появляются больные детки и требуют пристального наблюдения, у нас есть возможность дистанционно их наблюдать. То есть специалисты детской краевой больницы, общаясь с коллегами, обсуждают эти вещи. Дети, которые находятся в реанимациях, все поставлены на учет в детскую краевую больницу в отделение так называемой санавиации. Поэтому, кроме того, что мы дистанционно наблюдаем этих детей, отслеживаем их состояние, даем какие-то рекомендации своим коллегам, еще около 10 тысяч консультаций осуществляется в год. Кроме того, около 2 тысяч отмечается выездов специалистов детской краевой больницы в районы непосредственно к постели больного ребенка. И около 1500 эвакуаций детей из районов краев в краевые лечебные учреждения. Поэтому я считаю, что это тоже элемент доступности медицинской помощи детскому населению. Кроме того, у нас в больнице имеются интерактивные кабинеты на сайте больницы. Это кабинет аллерголога, кабинет эндокринолога, кабинет гастроэнтеролога. То есть любой желающий может зайти на сайт и посмотреть, какие интерактивные кабинеты существуют. И зайти, и задать любой вопрос, и получить полноценный квалифицированный ответ. Не забываем о том, что в крае успешно развиваются телемедицинские консультации. Мы консультируем детей и наших коллег в любом муниципалитете. Краснодарского края. Но кроме того, мы можем выйти и на федеральный уровень, подключить любую федеральную клинику и провести консилиум в составе специалистов нашей больницы и специалистов федеральной клиники. Поэтому, если говорить об улучшении среды, то вы, наверное, слышали, что сейчас успешно развивается программа «Доступная среда» и «Бережливая поликлиника». Это новый формат работы амбулаторно-поликлинической сети. Он не требует значительных или больших каких-то затрат. Это в основном организационно-планировочные решения, которые должна осуществить поликлиника. Предусмотрено около 70 учреждений медицинских, где будет проводиться эта программа. Это и широкая входная дверь с автоматическими дверями. Это наличие колясочной, где можно оставить коляску, зайдя с ребенком. Это открытая регистратура. Это информаты. Это электронное табло, на котором можно будет ориентироваться. И, конечно, места для комфортного пребывания детей. Это какие-то игровые площадки, какие-то отдельные уголки. И комната для кормления детей грудью, если маме вдруг понадобится. И к концу 2024 года все поликлинические отделения будут иметь вот такой формат. Так это масштабы. Масштабы, конечно. Если будут строиться поликлиники, вы знаете, когда мы приходим в поликлинику, то подходим к кабинету педиатра, нас потом отправляют в другой кабинет, потом за справкой нужно идти в третий кабинет. Но вот чтобы сократить вот это хождение мам по поликлинике, ведь здесь достаточно продумать, как правильно организовать и как обустроить эти кабинеты, чтобы мама сократила вот это бесполезное хождение по поликлинике. Поэтому я же говорю, что оно не столь затратно материально, сколь организационно и планировочное решение этих вещей. Ну и плюс, конечно, строительство новых поликлиник в новых микрорайонах, которые будут соответствовать уже тому заявленным требованиям, которые мы предполагаем для работы поликлиника. Ну вот я неспроста говорю о размерах помещений, потому что в нашей, например, 13-й поликлинике детской, куда ребенка вашу, там, конечно, все очень узкое, маленькое, и люди когда стоят в очереди... И поверьте мне, что даже в этих поликлиниках, продумав все, можно все равно облегчить и сократить время пребывания мамы в поликлинике. А кто этим будет заниматься? Это вот на уровне отдельно взятой поликлиники, или это будет какой-то один шаг? Это целая программа, бережливая поликлиника, где расписаны все поликлиники Краснодарского края, которые участвуют в этом проекте. И Минздрав Краснодарского края отслеживает эту ситуацию практически ежемесячно, и есть контроль за этими вещами. Поэтому я думаю, что обязательно состояние и положение поликлиник, конечно, улучшатся. Что касается оборудования, будет ли поступать новое оборудование в детские поликлиники? И какое? Есть ли уже какие-то планы? Да, согласно нашей программе краевой, одно из направлений – это улучшение материально-технической базы поликлиник, поликлинических отделений и диагностических центров. У нас их таких два – это Сочи при девятой больнице и наш Краснодарский при детской краевой клинической больнице. То есть есть три уровня поликлиник. В зависимости от этого они будут снабжаться тем оборудованием, которое положено для этого уровня. Нужно сказать, что в 2018 году было закуплено 9 наименований различного медицинского оборудования, которым оснащались поликлиники. Это были и ультразвуковые сканеры, и рентгеновское оборудование, это были и оборудования для офтальмологических кабинетов, это были лор-комбайны для осмотра детей, врачами, лор-врачами. В 2019 году закупаться будет уже больше 300 наименований оборудования, почти на 500 миллионов рублей. Там есть и федеральные деньги, и краевой бюджет. И в 2020 году будет продолжаться дооснащение. Вот, кстати, в рамках этой программы был закуплен новый компьютерный томограф в детский диагностический центр. На сегодняшний день он установлен, введен в работу. И дети Краснодарского края могут получать эти обследования уже непосредственно в амбулаторной сети в детском диагностическом центре. И в рамках этой программы на следующий год планируется закупка двух магнитно-резонансных томографов, которые будут установлены в детской краевой больнице и в городе Сочи. Так что вот о доступности, я думаю, краше сказать, наверное, уже нельзя. Ну, в общем, да. Что касается медучреждений, которые оказывают помощь до родовом периоде женщин, в послеродовом и новорожденном, там тоже будет переоснащаться материально-техническая база? Частично будет переоснащаться, но не в рамках этой программы, потому что это программа на улучшение материально-технической базы первичного звена. А родовспомогательные учреждения к ним, к сожалению, не относятся, поэтому там за счет родовых сертификатов будет тоже какое-то переоснащение. Про оборудование мы поговорили. Теперь про кадры. Ведь известно, что во многих поликлиниках детских не хватает узких специалистов. Как будут решаться эти вопросы? В рамках программы предусмотрено повышение квалификации медицинских работников. Это очень серьезная проблема, очень сложная проблема. Здесь Министерство здравоохранения Краснодарского края очень тесно сотрудничает с медицинским университетом, в рамках которого проходит обучение специалистов. Есть так называемое целевое обучение, когда вы можете как бы заказать университету ту или иную специальность. Есть возможность получить вторую специальность медицинскую, более узкую, если есть потребность в этом. Поэтому муниципалитеты в этом заинтересованы. Я знаю, что у нас в университете есть день открытых дверей, когда глава района может приехать, собирать студентов и показать свой район в таком привлекательном виде, пообещать какие-то вещи, чтобы молодые специалисты поехали туда трудиться. А вот есть какая-то общая статистика? Каких именно узких специалистов не хватает? Вы знаете, не хватает рентгенологов, не хватает... Ну, это в детском. В детском, да. В детском. Не хватает рентгенологов, не хватает анестезиологов-реаниматологов, не хватает неонатологов. Это людей, которые работают с новорожденными детьми во вроде вспомогательных учреждениях. Ну, и по большому счету, конечно, дефицит кадровый – это очень серьезная проблема во всей стране, поэтому ей уделяется такое пристальное внимание. Как так получилось, что у нас образовался такой провал по кадрам? Ну, мне сложно сказать, как это складывалось в течение многих-многих лет. Наверное, это и низкая заработная плата, это, наверное, отсутствие возможности получить квартиру, получить место в детском саду. В течение многих лет, конечно, приводило к тому, что осуществлялся отток специалистов. Ведь очень многие неглупые люди уходили в различные медицинские фирмы и оставляли работу практического врача. Да, это так, к сожалению. Возвращаемся к детской краевой клинической больнице. Строительство нового корпуса считается чуть ли не прорывным проектом в детском здравоохранении. Почему? Ну, во-первых, у нас выросло число детей в Краснодарском крае. У нас уже детей больше миллиона. За счет миграции? За счет иммиграции, за счет каких-то демографических тенденций. И желание, наверное, рожать, и возможности потом с этими детьми заниматься. Наверное, немалую роль сыграл материнский капитал и помощь малоимущим молодым семьям. Все это складывается в копилочку, и дети в Краснодарском крае, число их увеличилось, а детская краевая больница на сегодняшний день не может предоставить относительно комфортных условий. Дети, к сожалению, не перестали болеть и болеют по некоторым даже видам заболеваний чаще. Мы уже с вами проговаривали, это сахарный диабет, многие другие заболевания. И, конечно, строительство нового современного корпуса хирургического позволит нам расширить наши границы, потому что мы одно из немногих лечебных учреждений, которое оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь нашим детям. Дети могут получить ее здесь, не выезжая за пределы Краснодарского края. К сожалению, стесненность наших условий не разрешает нам расширять профиль оказания вот такой помощи. В новом корпусе предусмотрено строительное отделение, отдельно стоящее, как бы блоком, отделение для детей больных раком. Это и солидные опухоли, и заболевания крови. Там предусмотрена станция криоконсервации. И мы сможем осуществлять операцию пересадки костного мозга, не выезжая в другие регионы. Это вот вещь, это высокотехнологичная помощь. И это вещь, которая позволит нам сделать более доступной помощь для наших детей. Мы сможем лечить не только своих детей, но и детишек из других регионов. Из других регионов, да. Вы знаете, вот сейчас очень много говорят об экспорте медицинских услуг. Я должна вам сказать, что, как бы, проанализировав ситуацию, мы можем сказать, что уже и детская краевая активно принимает участие. На первом месте, правда, у нас республика Армения, это Абхазия, Таджикистан. Но улучшив условия пребывания, позволив приезжающим комфортно пребывать в больнице, вот со строительства нового корпуса, я думаю, что мы свои горизонты экспорта услуг можем расширить значительно. А кадрового потенциала нам хватит? Хватит кадрового потенциала. Мы все равно с надеждой смотрим в будущее, смотрим на наших молодых коллег, которые приходят в больницу, закончив ординатуру. У нас есть элементы, и мы сами подготавливаем узких специалистов для нашей больницы. Готовим врачей-гематологов, готовим врачей-онкохирургов в нашем университете, которые тоже придут и будут работать, нейрохирурги. Поэтому нам грех жаловаться. У нас есть такая база, как университет, которая большое подспорье в подготовке кадров. Ну и все-таки уровень детской краевой больницы весьма и весьма привлекателен для молодых специалистов. Я надеюсь, что дефицита мы испытывать не будем. Какие-то профилактические мероприятия проводятся в крае? Конечно. Профилактическая направленность в педиатрии как раз одно из направлений проекта, который по реализации детского здравоохранения. Ну, нужно сказать, что у нас есть дни здоровья. Каждый год их проходит примерно 10. Каждый муниципалитет заявляет какую-то определенную тему. Это может быть и грудное вскармливание, это и приверженность к здоровому образу жизни, где принимают участие медицинские работники, социальные работники. И такие праздники, дни здоровья в Краснодарском крае, это уже как данность, по-другому уже нельзя. Потом нужно не забывать, что у нас есть центры медицинской профилактики или центры здоровья. И на Кубани открыты 6 детских центров здоровья, которые успешно работают. Проанализировав работу их, нужно сказать, что достаточное количество детей осмотрено. Конечно, больше 60% осмотренных детей – это дети здоровые, это группа здоровья. Но встречаются дети, которые имеют определенные факторы риска, для них разрабатываются индивидуальные программы. Есть специальные школы здоровья, где есть прям курс лекций, можно послушать, зайти на сайт и какую-то медицинскую составляющую поиметь. Профилактическая направленность не только в том, что существуют центры здоровья и проводим дни здоровья. Допустим, в Краснодаре заключен договор между департаментом образования. И группа специалистов выходит в школы еженедельно, где проводят обучение детей, рассказывают о здоровом образе жизни, пытаются привить приверженность этих детей к здоровому образу жизни. Там работает врач-методист, психолог и врач-стоматолог-гигиенист, который рассказывает, как правильно ухаживать за полостью рта. И вот такие выходы с освещением очень важных и серьезных проблем в жизни каждого человека, мы считаем, что тем самым мы еще воспитаем ответственность детей за свое здоровье в будущем. Потому что сколько бы мы ни говорили, если ребенок не будет привержен к этому, это будет, работа наша будет сведена к нулю. Поэтому воспитание детей в духе здоровой жизни и ответственность за свое здоровье – это очень правильное и очень важное направление, которое будет иметь выхлоп в будущем. А дети изменились, кстати, у нас в плане отношения к собственному здоровью? Вы знаете, я наблюдаю, как растет моя внучка. Ей 8 лет, она во втором классе. И такие вещи, как семья, важность семьи, важность общения, важность физической нагрузки, важность здоровой пищи. Вот она маленький ребенок, но она четко понимает, и мы с ней разговариваем о том. Она каждый раз мне говорит, бабушка, а ты помидор не забыла положить, потому что помидор же против рака. То есть какие-то вещи вот ребенок запоминает, и это все настолько естественно. И поэтому я думаю, что вот это поколение, наверное, меньше будет есть фастфудов, меньше будет есть гамбургеров, а больше будет есть овощей, фруктов и полезных продуктов. Ну, будем надеяться, потому что пока они еще едят фастфуды в основном. Вы знаете, здесь должна быть еще определенная работа в семье. Если мы с удовольствием ставим пепси-колу, кока-колу на стол, а не варим компоты, морсы, и не предлагаем детям чистую, хорошую воду. Вот если говорить даже о воде, на сегодняшний день очень важная проблема в Европе. В Европе, не в Краснодарском крае, доступность чистой воды. Но у них, по-моему, всегда были проблемы с водой. Вторая проблема, серьезная, это воздух в наших жилищах. Это все ароматические свечи, все те средства, которые помогают нам соблюдать чистоту в доме, они ведь не всегда приносят здоровье. Поэтому еще от нас, от взрослых, о том, как мы в семье будем к этому относиться, как мы поймем, что человек, который курит в семье, в доме, и пассивное курение сродни активному курению, и если мы это в семью принесем, то это будет серьезный прорыв. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!